привет всем начинающим хлебопекам честно скажу немножко удивлен я тоже написал в комментах что первое видео посмотрели 30 чем-то человека второе ну я сейчас перепроверил 15 было уже 50 процентов потери поэтому следующая видимо 7 будет ладно давайте значит вопросы я просил прислать вопросов практически по делу не было которые я бы мог сейчас раскрыть давайте самое первое значит разберемся что у нас там заквасками я мудрость вы показывает вот рожаная которая у меня растет вместе с вами значит вот среди какая у меня она пушистая и живая вот смотрим всегда именно сбоку может среди так вот сверху ну вообще ничего не понятно да вот сбоку смотрим виде какая у меня живая значит сегодня кормим ее точно так же как кормили вчера то есть мы берем я участка что-то тормозил не подготовился берем весы нашего ставим тару обнуляемся иначе берем одну часть закваски сегодня опять одну часть одну воды вот одну воды и одну муки все 111 стопроцентная закваска стопроцентно называется стопроцентно и так давайте поехали но я беру по 30 грамм потому что не так удобно можете брать по 20 можете брать по 40 можете брать 50 так первый раз вода потом еще раз упоминаю верхнюю макушку немножко взяли потому что она такая какой-то корочкой такой невнятный потом ставите вот видите чуть-чуть снял корочку да уже пошла такая фракция более-менее живая так лайфхаком своим воспользуюсь как как почистить ложку лайфхаком это кстати еще не лайфхак я вам потом научу но лучше не буду так 30 дальше а кстати вот такой девайс который я часто использую это силиконовая лопатка да не точно часто я всегда использую весы у меня уже потухли так силиконовая лопатка это круто без нее кстати в нашем деле вообще никак так кормим об 20 и остается еще 10 10 все 31 вот он один лежит 30 так все размешали до однородности размешала вмешали чтобы вся закладка разошлась чтобы стала такая однородная тема тему приготовили обнулили и еще 30 . муки я кстати по вашим комментам понял что у многих из вас нету весов даже наверно большим большинства нету весов я так понял вот поэтому давайте ну это грусть и печаль из вас нет весов вы реально ну вы вообще дальше никуда не двинетесь потому что следующий этап на бета пару заводить потом на бы тесто месить и короче вообще не точно не сможете не стартанете поэтому я вам никаких рецептов не буду давать там ложками стаканами там пипетками об этом я уже говорил то есть все будет в граммах миллилитрах точно только в граммах все будет поэтому без весов даже как бы не читать у вас ничего не получится ну вот да смотрите она у меня вот такая то есть она прилипает к ложке в принципе достаточно такая вязкая и короче сегодня будет так кстати вопрос что у кого-то она более густая у кого-то более жидкая то есть если вы все делали по весам и у вас все равно консистенция отличается от моей то во первых все муки разные муки или муки 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 они все разные вот поэтому все из них по-разному берут воду реагируют на воду то есть кто-то реагирует как бы лучше себя впитывать кто-то хуже поэтому консистенция меняется и в целом надо ну как бы ловить на самом деле такую консистенцию вот это она идеальная поэтому если у вас чуть-чуть жиже консистенция да то добавляйте чуть-чуть больше муки допустим не 30 грамм на 30 воды может быть там 35 если вас наоборот она более густая значит воды добавьте на 5 грамм то есть тут такой творческий процесс процесс поиска в целом вы не навредите то есть плюс минус там несколько процентов все вот это мы выкидываем то есть мы вот это выкидываем в мусорное ведро еще раз вам говорю мусорное ведро стакан лучше сразу замочить иначе это вообще никогда не отмывается так это у меня пшеничная сегодня утром покормил то есть она у меня старая не с вами посмотрите она кстати вот видите такой шах шапочка поднялась сбоку она мелко пузырчатая в принципе на меня не впечатляет и немножко даже наверное жидковато это не стопроцентно это где-нибудь на раз 120 процентов все-таки она быстрее созревает такая жидкая поэтому она уже тоже перекисше среди как проверить готовность закваски об этом надо будет учиться потому что следующий этап которым переходим это уже постановка теста постановка теста он в нашем методе идет через опару ну это самый популярный метод постановка тесто через опару сейчас расскажу что такая пара для этого закваска нужно быть на пике на своем пике готовности как узнать на пике что самый простой метод мы видим что шапочка поднялась теперь все эти одеву резкий удар ну можно по столу но я не люблю по столу я обычно вот так вот кулак сжимая и ударяю резко по кулаку смотрите и она немножко села если она вот так вот оседает медленно то есть сейчас она уже пик свой прошла то есть она уже мусором горести пик сто процентов то сейчас вот эта закваска но где-то ну где-то процентов на 120 готовности вот она уже немножко спика ушла в принципе из нем можно будет сделать бы опару испечь хлеб через час-полтора было бы уже поздно нам уже перекисло то есть выдача закваска она уже перекисли она уже прошла свой пик пик у нее был часа два назад вот проверяется таким ударом об этом еще будем потом разговаривать долго ну не долго подробно сейчас я кормить не буду ваша задача покормить обе ваши закваски 111 все и убрали естественно рожаная она сейчас более живучи более активно об этом и сразу предупреждал что она уже дня через три будет у нас уже готова пшеничная через где-то дней шесть-семь будет готова в этом все нормально все хорошо значит что еще хотел показать сегодня из каких-то микро лайфхаков которые есть им хотел показать оборудование которое я использую на самом деле вот этот предмет были не знаю как без него тоже все живете это пирометр называется то есть специально к пистолет он вот стреляет в точку видите вот у меня красная точка на руке вот она вот и он показывает текущую температуру мне сейчас рука 34 ну вот надо поднять немножко температуру тела я как-нибудь это сегодня справлю с этим вот сейчас на стенку эти 26 зачем это делаю то что на самом деле все ваши духовки моя в том числе они врут во всех рецептах температура прописана именно в градусах цельсия в духовке и она должна именно соблюдаться такая температура и я первых года полтора-два пек без пирометра и поэтому уровень шаманства уровень какого-то колдовства уровень тыканье пальцем в небо он вообще очень высокий когда купился пирометр этот уровень сразу сейчас потому что моя духовка мне пишет шеф внутри заданные 250 я пеку все это фигня получается я не понимаю почему потом начал купил пирометр начал проверять когда мы духовка шеф внутри 250 раз пирометром стреляю внутри может быть там 210 220 а хлеб купить печь будем именно ну пшеничный при 250 250 будем печь хлеб поэтому ну я не знаю духовка духовки розни обычно некоторые духовки вообще такую температуру развить не смогут поэтому встроенный термометр в духовку это все развод они не работают это стопудово поэтому нужен какой-то высокоточный прибор я покупал на сайте все инструменты точка ру конечно не дороже чем на алиэкспрессе ну то там они привозят это за 35 дней и берите самый недорогой как бы самый недорогой берите короче пирометр это полюбас нужная вещь хлебопечений вообще по жизни вещь пирометр очень нужно это пирометр из и я уже вам представлял повторять не буду шпатель из с круглым углом ним представлял он обязателен шпатель металлический минимум 15 сантиметров в длину ширину но мы даже мелковат лучше вот такой иметь об этом я тоже говорил хлеб я буду про хлеб отдельно вот такая лопатка силикона вам тоже очень пригодится силиконовой лопаткой они кстати бывают сейчас была еще одна стрёмная и кстати стрёмные очень часто продаются вот среди вот это языки и сама дешманская и сама кстати нормальная у них ветер однородная такая поверхность нету никаких рельефов ничего сейчас продаю все-таки чуть побольше везде супермаркетах и у них такой рельеф от выступающий рельеф и вот этот выступающий рельеф он всегда на себя цепляет всю парашу короче его фика чистишь не берите с таким рельефом у меня такая была я нафиг выкинул вот эти простые вообще бомбические и когда будете покупать покупать и сразу штуки 3-4 потому что вы очень быстро в них влюбитесь и будете их использовать во всем и везде я на них я всегда использую то есть я когда на плите что-то готовлю там кашу мясо не знаю там мусор макароны пельмени суп хоть чего нет суп нет вру в общем все что жарится все что жарится томится только лопатками шар никогда ложками потому что не деревянными лопатками не пластиками только силиконовыми она не пригорает она идеально соскребается стенок это просто бомба предмет силиконовая лопатка вам обязательно нужно что еще из хлебопекарных атрибутов я бы хотел показать о самый массивный предмет желательный тесто нас так на проверить в кадр ходит в ходе до тестомес очень за планетарный миксер то есть у него такие крюки кстати даже могу включить начало показаны просто кольца 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 у меня это один из самых бюджетных это уже мой второй тесто мест первый был тоже этой же фирмы только еще более бюджетный пластиковый он у меня сгорел наверное через замесов ну наверное 200 замесов я сделал и он сгорел да вот это у меня относительно новый ему где-то год на нем и сделал может быть замеса всего там 50 за этот год всего то на всего вот такая фирма видно нет да видно короче продаются то есть такие фирменные какие-то там немецкие что ли они стоят тысяч по 15 у меня типа китайский китайский этой же фирмы но среди чем отличается у него на торце вот есть такая штука вот сюда вставляется еще мясорубкой такая мясорубка под мясо и они такие тысяч по 7 продаются вот это стоит тысяч семь или восемь не помню и он как и мясорубка вот эти тестомес он китайский фирменный немецкий стоит 15 не знаю есть разница между ними или нет но честно сказать мне кажется что он тоже долго не продюжит без него как бы вообще грустно на самом деле но можно я вам покажу как можно из него вот такая у меня есть форма она на три с половиной литра не всегда вывожу опару я вам потом покажу что такое опара это вот остатки старая пара точнее морскую штука опара опару мы все научимся делать это наш следующий шаг нужно вот такая емкость и как раз вот этот шпатель идеально подходит для того чтобы из этой круглой емкости потом опару скребать видите в своем кругу кончиком он идеально по кругу поверхности проходит все идеально выгребает в принципе кстати отсюда можно выгребать и силиконовой лопаткой тоже классно потом я еще использую обязательно вот такую прямоугольную форму в этой форме у меня именно поднимается тесто эта форма она из магазина лента 5 литров ящик универсальный кристалл 5 метров сюда входит порядка трех с половиной четырех килограмм теста и она здесь спокойно поднимается и все работает вообще удобно вот прям супер удобно мне даже две ну то есть и когда раны хлеба делаю в один день вот прям вот 5 литровый ящик вам тоже нужен стопудово потому что моя технология как бы производство хлеба она подразумевает проведение такой операции как ее называют обычно складывание по-русски по-английски называется stretch and fold типа растянуть и сложить и прямоугольной форме она работает в круглой форме вы не сможете я потом покажу как это работает короче нужна такая прямоугольная форма это тоже сто процентов она нужна это то есть мы идем по этапам то есть это мы закваску пришли опару теста потом у нас идет процесс формовки на формовке мы будем использовать какую-то рабочую поверхность вот этого будет мало нужно будет вот такая большая доска для теста у меня она есть отдельно просто фанерная доска я тоже рано или поздно пойдет в кадр и на формовке будем использовать вот такой обязательно шпатель он именно будет работать у нас на формовке тесто в кружке которым будем подпылять и после этого идет у нас расстойка хлеба мы сейчас говорим ну давайте самый простой вариант это хлеб формовой который я на самом деле вообще не люблю не приемлю но с него мы начнем потому что он скорее всего будет самый простой значит форма хорошая профессионально как профессионально правильная хлебная форма я уже показываю это форма вот такая она алюминиевая они были разных размеров вот у меня есть еще вот такая вот она тройная ведь она чуть меньше да то есть ну вот бородинские хлебушки вот такие девы маленькие такие хлебушечки буквально там 5-6 метров высотой вот они такие скрепленные они бывают по одной конечно бывает ну так вот удобно что раз вынимать с духовки вот я им вообще редко пользуюсь буквально несколько раз году они у меня есть да но мы с вами наверно за неимением верблюда возьмем лошадь я свой самый первый хлеб только вот в такой вот форме я сегодня откопал мне кажется с тех самых пор четыре с половиной года и никто в нашей семье уже больше ни разу не пользовался это просто какая-то кексятница что ли я не знаю что такое ну да это форма для кекса что это просто прямоугольная форма для кекса кексятница да вот у меня нет аналога я подозреваю что вас лучшем случае тоже есть что-то подобное поэтому я вот наверное все таки буду печь первый хлеб с вами в ней и в ней для сравнения ну то есть от тесто поделю пополам сюда кусок кину сюда кусок кину посмотрим чего кого вот это кексятница короче мы и убираем я надеюсь что я второй раз жизни весь пику и больше уже никогда к этому возвращаться не буду так хлеб мы испекли хлеб потом мы будем на решетке ну и шутки у вас у всех есть с этих хлебок вот я зачем в кадр положил вот он хрис всегда хрен у меня вот так вот ну не на столе конечно на разделочной доске то есть я вот так вот вы режу его режу хлеб потом вот так вот переворачиваю на срез и он всегда мягкий и он не заветривается так вот так и когда так уже мало остается вот так вот но это уже практически погранична хлеб надо начинать не продолжать а так врезать он надо все-таки вот так вот поперек нарезать съесть и все но как всегда свежий то есть но больше трех дней как бы хлеб тоже грех хранить он уже съедается вот формы для расстойки кстати да я не показал уже еще раз ставить будем их уже показывал но еще раз может быть кто-то не видел ротанговая форма конечно я понимаю что у вас их нету и у многих их никогда не будет их можно также купить на алиэкспрессе можно в россии купить россия не просто дороже в три раза чем на алиэкспрессе у меня все с алиэкспресса будет ожидать надо месяца полтора два ротанговая форма обязательно для расстойки хлеба мы с вами первую расстойку будем делать в вот сразу форме который будем печь потом когда мы будем первый раз подовый печь хлеб мы сделаем расстойку в какой-то пластиковой емкости наподобие как вот такой только может быть поменьше ну либо в такой ну это реально это гигантский хлеб это гигантский хлеб он такой не нужен то есть сравните размер как бы да вот причем с этого хлеба вообще получается хорошего размера с этим просто гигантский поэтому это будет пластиковую аналогичная форма ну размера и попробуем в ней расстоять первые разы потом как бы вы естественно поймете рано или поздно в теме вы не в теме закажите форма такая стоит сколько я не знаю на рубли уже 400 500 она стоит налички в россии на стоит ну 1200 полторы наверно вот так вот одна форма вот ну как бы их надо купить конечно у меня их на штук 15 что еще кстати бывает использую если у вас нету хлебопекарного камня можно испечь в принципе либо в толстостенной алюминиевой посуде то есть это на самом деле то же самое что и вот это только это кругу это просто сковородочка то есть в нее закладывают один хлебушек круглый в нем пеку она в принципе заменяют пекарский камень вот она может быть и вот в таком исполнении сейчас еще покажу то есть у меня есть вот такой казанок тоже алюминиевый я кстати купил специально для хлеба то есть вот то есть может в принципе это называется еще есть такая тема выпекания под куполом но я пробовал мне как-то не очень впечатлило но хотя многие очень пекут под куполом как делается выпекание под куполом то есть я специально покупал эту тему для выпечки хотя она как бы ну это казан то есть вы берете дно плоское вот такое это типа какая-то утятница или казан вот так ловите хлеб он сюда кладите хлеб когда идете на выпечку и вот этим куполом и он открываете вот так и этот купол тоже все время разогревать он горячий купол греет ну я честно сказать не понимаю зачем я знаю зачем это надо но я знаю как этого избежать то есть это для того чтобы влага которая хлеб он же влажный он начинает греться и влагу из себя испарять чтобы эта влага не уходила а циркулирова по хлебу его готовила увлажняла чтобы корочка была классная нужен купол но мы же знаем как это избежать точнее он потом из рук как избежать то есть можно печь просто вот на вот этой крышке платформе да и без купола будет результат такой же точно ну я потом расскажу как это сделать поэтому по сути в принципе купив вот такую посудину вот они где влезают в духовку одновременно вместе вот такой 2 они влезают без проблем уже сюда положить один можно два можно даже кстати маленький делаете хлебушки вот так вот бывает и делаю маленькие по два то есть такой чуть больше ладошки раз входит вот так вот мысленно дайте один ушел второй пошел сюда 3 4 0 сюда один большой можно вот примерно с одного килограмма муки а это будет на стандартный замес один килограмм хотя мой тестомес 1 2 я делаю замес ну 1 на килограмма по одному ну где-то 33 хороших хлеба получается такого хорошего размера чуть показать просто нелепо показать ящик с мукой вот такие ящики с мукой тоже из ленты туда входит ровно 5 килограммовый мешок муки сюда входит ровно 10 килограммовый мешок муки вот она уже у меня первый сорт уже кончается я пеку всегда только из первого сорта и и вам советую хотя в обычном супермаркетах первый сорт ну редко когда бывает может быть только маква первого сорта бывает это я брал раз-два но она такая себе шляпная вот это у меня с мукольного комбината стюменского первый сорт ну когда я даже по одному тому же рецепту делаю из первого сорта либо из высшего но из высшего он реально пустой какой-то такой беспонтовый как магазинный первый сорт ну просто ум отъешь вот просто не знаю короче я никогда не пеку из вышки всегда пеку только из первого иногда даже с добавлением второго иногда больше из второго и но это вообще другой хлеб это вообще другой продукт поэтому ну я не знаю где возьмите муку первого сорта тюменцам я сказал где купить промокод помните да рамзамзам надо спеть и все будет нормально кэшбэк будет вот где жителям других регионов ведь первый сорт ну я подскажу я подскажу это будет естественно доставка офигенной муки не из тюмени лучше тюменской об этом отдельно поговорим об этом рано что еще хотел рассказать как он же видео длится 22 минуты 22 нормально блин еще не подготовил такой классный чертеж вам историю завтра до подскажу ладно давайте ну то есть я реально сегодня короче готовился вот даже вот сегодня впервые готовься к кофе и румашкой да к записи я вот эти всем этим все штуки которые сейчас показал их просто и вокруг себя обложился ими вот и приготовил серию чертежей вам они через графиков о которых будет рассказано температурная зависимость временная зависимость концентрация разных продуктов в закваске либо в тесте как это все на итоговый результат влияет но я думаю что там еще минут на 15 точно наверное поэтому я думаю сегодня мы закончим еще раз наставление на сегодня кормим закваски как самом начале было сказано стараемся выдерживать просто при комнатной температуре у всех это сейчас должно быть я так подозреваю 20-20 там 4 5 если чуть холоднее не проблема но ни в коем случае не выше 30 к батарее не смейте ставить умрет скиснет сразу быстро идеальная температура для хлеба ну для закваски для теста 22 градуса идеаль идеалочка то есть плюс-минус любую сторону он корректе на 23 градуса но плюс 10 градусов уже вообще некорректно минус 10 нормально даже холодильник нормально об этом позже об этом завтра пока на этом наверно все все давайте пока 23 минут 24 минут